АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня в нашей программе вы увидите Единственный в своём роде боевой ёж Детки в клетке Нежданная встреча А также Мы с полканом на границе И новые приключения чёрного кота Всё это, а также многое другое Смотрите сегодня в программе Сам себе режиссёр Начнём мы сегодня с кошек Причём не с тех, которые любят гулять сами по себе А с более редких в кошачьей среде С компанейских кошек Ну то есть с таких, которые всё делают сообща Вместе со своим другом или с подругой То есть почти как семейная пара И при этом отношения, как и в любой другой семье Нельзя назвать безоблачными Ну, всякое же бывает Мурка, дай-ка я попробую Чё там тебе положили-то? Да то, что тебе! Да нет, по-моему, у тебя что-то другое У тебя как-то вкуснее, мне кажется Да ничего не вкуснее! Слушай, вот наглый какой Хозяин, ну разберитесь с ним У меня зла просто не хватает Берёт мою миску, отбирает и ест У него вот своя полная Ну ладно, ну чё ты, ну полная и не полная Я же просто разобраться хотел Может быть чуть-чуть Молчи уж, всё, разобрался А чё вы стоите? Присоединяйтесь! К чему присоединяться-то? Мы-то думали, тут концерт будет настоящий А тут музыка через колонки играет и всё Нет, нам так не нравится Мы не для этого сюда со всех деревень собрались А чего вам не нравится? Музыка хорошая А на артистов можно и по телевизору посмотреть Чем занят Витёк? Да вот тут мастерю Чё мастеришь? Чё сломалось? Да пугало, пугало электрическое Чё-то не функционирует Пугало? А что значит электрическое? Чё оно должно делать? Ну оно должно руками размахивать И звуки издавать страшные Зачем? Чтобы всякие не прилетали на огород Не клевали тут, не топтали Кольца, чтобы не воровали А это правильно Это он про меня, между прочим Ой, спасибо, Петрович, спасибо Ох, молочко, тёпленько Ой, хорошо, как это у меня прям всё знобито Нос заложило Ой, знобито, знобито Ой, а у меня голова болит Видишь, как-то она по-разному действует Самая древняя и знаменитая история про животных Это, несомненно, история о том Как Ной собрал на свой ковчег Каждой твари по паре И все вместе они плавали по волнам Всемирного потопа Пока голубь не принёс им весточку о том Что ненастье закончилось Похоже, что именно это предание И легло в основу нашего следующего сюжета Правда, из-за, ну, небольших размеров Съёмочного павильона Зверушек пришлось снимать по одному А не по парам И вы знаете, это в корне изменило атмосферу на судне Пока выучишь все эти языки На которых они разговаривают Прям замучишься Так, ну, вроде всех позвала Сеньор, сеньор, прегу Да Ермола, и ты тоже кушай Не, я с ними не буду Они по-русски не понимают Возьмусь дочки матери Я дочка Ну, подожди Ну, ну, как же опять ты дочка? Ну, я ни разу ещё не была дочкой Всё время я мама Я тоже хочу быть дочкой Нет, я дочка Ну, почему? Потому что ты большая уже девочка Ты никак не можешь быть дочкой Да ты тоже не можешь быть дочкой Потому что ты вообще мальчик Ты васька Всё равно, я дочка Петь, как сын-то назвал? Человеком Норрисом Что? Не будь он неладен Всё время один и тот же удар Лучше бы, конечно, мы его хотя бы Ван Дамом назвали Хоть какое-то бы разнообразие А так изо дня в день Изо дня в день А сейчас вы увидите, как после развинка Эта обезьянка покажет вам великолепный прыжок Баскетболиста Джордана Майкл Джордан Опа, а я что-то не видел Ох уж эти русские туристы опять всё просмотрели Глаза разуй, корейцы стояли рядом, всё видели Те, кто хоть раз забывал удочку И пробовал ловить рыбу руками, знают Что поймать её таким образом практически невозможно Ну, положим в горные речки во время нереста Или на мелководье Ещё шанс какой-то есть А вот в открытом море Или в глубоком пруду Ни малейшего Поэтому бывалые рыбаки Либо не забывают удочку Либо, ну, ловят рыбу ногами Да-да, вы не ослышались Сами посмотрите Помните у Маяковского Владимира стихи это Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза Смотрите, завидуете Я вон чё поймал Карасик И сейчас ещё покажу Лещик тот вот у меня Куды, куды полез-то Вот прицепился О, и далее Не каждый такую поймает Иди отсюда Здравствуй, Дедушка Мороз Можно с тобой сфотографироваться? I'm not Дедушка Мороз, мальчик I'm Santa Claus Ну, так это ведь одно и то же Какая разница? Большая разница, малыш Дедушка Мороз приехал из Великий Устюг на упряжку оленя А я прилетел из Санта-Барбары на Боинге Хе-хе Петровна Ты чё наше место-то заняла? Ну-ка, проваливай Да какое же оно ваше-то место? А кститесь Какое же это я, да, яркое Я молоко даю Это наша мама, коза Это наше молоко Да что это вы выдумываете-то? Общая коза, общее молоко Тут и вам хватит, и моему деду Марта, скажи своим озорникам Они мне всю спину уже истоптали Уходи, уходи, Петровна Так, сейчас кладовочку откроем Заглянем Сметанки полежим Молочка попьём Так, это что за верёвочка? Ой, что ли? Ааа, попался Ой, Макарна, и ты здесь? А я к кладовку заглянул Нет ли мышей? Да знаю я твоих мышей Я тебе говорил, это для тебя плохо кончится Ну я ж думал, ты образ знаешь Что мне стыдно стало Так мне стыдно, Макарна Сейчас задохнусь от стыда Пришло время представить первого претендента на победу в сегодняшней передаче Им стал автор фильма Ноев Ковчег Пока выучишь все эти языки На которых они разговаривают Прям замучишься Так, ну, вроде всех позвала Сеньор, сеньор, прего, да Ермола, и ты тоже кушай Не, я с ними не буду Они по-русски не понимают Встречайте, Светлана Акишина, город Москва Здравствуйте Здравствуйте, дорогие гости Проходите Присаживайтесь, пожалуйста Ну, прежде всего, представьте, с кем вы в студии Это моя дочка, Анастасия Здравствуйте, Анастасия Здравствуйте Большое хозяйство такое Сколько животных-то всего? Десять Десять? Да Там, значит, кто есть? Ну, собака, йоркширский терьер Две Две Так, еще Лисенок Лисенок, фенек, да Так Еще собака одна Это шпиц померанский Так Скунс Так Насуха Кто? Насуха Насуха Это, я не знаю, что это Это енотовидное животное Енот Ну, не енот, но енотовидное Енотовидный енот Как бы так Насуха Да Так Вот Ну, там, думаю, наверное, в кадре больше никого не было А так, еще обезьяна, кролик, рыба и так далее Еще и рыба есть Да Вот среди всех этих животных есть два достаточно проблематичных Особенно, ну, вот, насчет скунса не знаю Вот он как себя ведет, в порядке все? Да, абсолютно Не доставляет никаких хлопотов? Абсолютно никаких Абсолютно никаких Думочка такая на диван Он ничего там не... Нет, у него все в порядке Нет? Нет Все в порядке? Да Ни разу он вас не травил? Нет Не слезились глаза? Нет, 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 нет Соседи не жаловались? Милицию не вызывали? Нет, до этого не дошло Я к чему это говорю? Огромное количество вольеров с лисами Именно потому что лисенок вырастает Дальше характерный запах дикого лиса И люди просто отдают У вас же квартира, да? Или дом? Квартира Видимо, придется ему на даче жить Нет, ему не придется жить на даче Люди держат их в клетках и вольерах А он живет в свободном поселении Поэтому запаха никакого Не будет, да? Нет Когда вырастет? Да Ну вообще так клево Наверное, с животными хорошо жить? Да Заряжают? Да, особенно утром На раздаче мисок Нет, глаза-то светятся Вот человек, у которого есть домашнее животное Он сразу отличается от другого человека Потому что глаза светятся у вас Ну да, у нас их много Это вообще большая проблема Вот иметь такое количество животных? Нет Нет? Кормить, поить, ухаживать за ними? Ну, когда любишь, по-моему Это как с детьми, да? Ну, много детей Любишь всех детей Как и здесь Их много и какая разница Настя, а ваше отношение к домашним животным? Однологичное То есть вы полностью поддерживаете маму, да? Да То есть нет внутреннего сопротивления Нет, бываю даже инициатором Вот у мамы столько животных У меня вообще никого не будет Наоборот Нет Заведу себе только змею и все Нет Нет Наоборот, да? Да, бываю инициатором А, даже инициатором? Чаще всего Ага А есть любимчики? Любимчики есть? Ну, конечно, конечно У вас разные любимчики? Наверное, один Кто? Обезьяна, наверное Обезьяна? Да Мальчик? Мальчик Как зовут мальчик? Ванечка Сколько ему? Четыре года А какая порода-то? Иванская макака Крабоед А, макака Он где-то вот такой приблизитель Пока да А будет? Ну, нет, поменьше немножко Да, примерно так Вот такой будет Да Слушайте, на нем зарабатывать же можно? Там фотографироваться на пляже? Или на Красной площади? Нет Нет? Нет Он издевенец? Нет Он отрабатывает любовью Спасибо вам большое, что приехали У вас есть возможность Передать привет И, пожалуйста, прошу вас Ну, наверное, нашему Моему мужу Папе Большой привет Всего самого хорошего В общем Это от нас Передаем всем родственникам Друзьям Привет Примите от нас в подарок Электронную книжку Желаем вам удачи сегодня Занимайте ваше место В зрительном зале А мы продолжаем смотреть Нашу животнолюбивую программу Пап, тут бабушка звонит Скажи, хорошо Хорошо, бабуль Че хорошо? Она на ужин зовет Надежда Тимофеевна Мы скоро будем Поняла, бабуль? Мы скоро будем Мы тут футбол смотрим Она не поняла Колян, ну ты и скажи Бабушка, мы смотрим футбол Скоро придем Угу Ты поняла теперь? Мы смотрим футбол Навешаю уже трубку Она поняла Она не поняла Может, не туда попали? Да нет Это она с кухни Мы скоро придем Ну, жучка Отдай мячик Мы еще поиграем Не отдам Ну, жучка Ну, чего тебе? Ничего Вы тут играете Прямо перед моим носом А вся пыль летит Ко мне в конуру Ну, мы больше не будем Играть перед твоим носом Нет Ты уже сразу обещал Все равно играйте А я тут чихаю от пыли Ну, все Я теперь тебе Торжественно обещаю Что мы больше не будем Играть перед твоим носом Торжественно обещают А я тебе не верю И все Иди отсюда Шметанка Шметанка Я так люблю Шметанку Только жалко Она все ниже и ниже Опускается Ну, куда ты уходишь От меня, дорогая Как бы ее поднять-то Обратно Ой, обидно Уходим Так, так Что за кино? Показывает, что за кино? Да тихо ты Раскудахталась Стой вон и смотри Так Так Все, не могу больше Что, выключай Медак Невозможно Ну вот На самом интересном месте А такой крутой ужасти Ну, я думаю, все знают, что рыба Это любимое лакомство кошек И что о медведе Большие любители форели Тоже известно Разумеется, этими двумя зверями Клуб любителей рыбы Совсем не ограничивается Есть в этом неформальном сообществе И птицы Такие, как чайки Или цапли Есть еще тюлени Есть выдры И, кстати Тут еще кое-кто Хочет вступить в этот клуб На правах новичка Давайте посмотрим Ух ты, хозяин Это ты для меня столько рыбы поймал Нет, не для тебя Для всех Что, уху будем варить? Никакую не уху Я вон аквариум купил Сейчас их туда запустим Что, прям всех? Ну да, всех Ну, давай на аквариум вот эту красивую красную оставим А остальных на уху Нет Одной рыбке в аквариуме будет скучно и грустно Не будет, не будет Я тебе отвечаю Зуб даю прям Не будет ей скучно Я ее каждый день развлекать буду Я куплю книжку кроссвордов и буду ей читать Виталик, пойдем ты в туалет сходишь Я не хочу, мам Мне здесь интересно Мальчик, маму надо слушаться Ого, ничего себе Ну вообще можно и в туалет после такого сходить А вы что, простите, нас подслушивали с мамой? Ну, немножко Ну чего, мужики, сообразим на троих? Можно, а что соображать? Ну что, ты маленький, что ли, не знаешь В магазинчик сгонять, а? Как сгонять? Ну как, сходить в магазин и купить там кое-чего, а? Чего? Купить-то чего? Хлебу, что ли? Ну ты юморист, смотри-ка Хлеба Да не хлеба Слушай, ну надо же так загрязнить-то клавишу Ну прям вот через одну, черные, гляди Белые-то я как-то еще оттер, а вот черные не оттираются Может, это стеклоочистителем попробовать или... О, придумал, наждачкой Пришло время представить второго претендента на победу в сегодняшней передаче Им стал автор фильма «Секреты старого рыбака» Помните у Маяковского Владимира стихи это? Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза Смотрите, завидуете Я... вон что поймал Карасик И сейчас еще покажу Лещик тот вот у меня Куды-куды полез-то? Вот прицепился О, видали? Не каждый такую поймает Иди отсюда Виталий Филиппов, город Курган К сожалению, Виталий приехать не смог Понимаю, просто прекрасно понимаю Что оторваться от рыбалки практически невозможно Сам такой же Тем не менее, Виталий Будет время, заскакивайте Хоть поговорим Где ловите, что ловите Какие у вас там под Курганом уловистые места Вдруг я приеду Ну, а я вам за это, соответственно, электронную книжку Светка, это ты в кого нарядилась-то? А ты догадайся А, это ты принцесса? Не угадал А, так, значит, это ты Кармен? Не, ну какая я Кармен? Ты что, не видишь, Володя? У меня же хвост там сзади А, белка? Белка с веером? Ставь ты белка с веером Я лисичка-сестричка Неужели сразу не видно? Не, не, сразу не видно Видно, но не сразу Васька Василий Ты слышишь меня, Василий? Я к тебе же обращаюсь, Василий Я слышу, слышу, полкан Привет, а ты что, меня увидел, да? Я тебя вижу, а ты что, прячешься, что ли? Ну да, я решил замаскироваться Черная кошка на черном фоне Думал, не видно, а что видно? Ну, рама-то белая От кого прячешься? Да, от Вовочки Этого соседского мальчишки Вон он, стреляет из рогатки Шухер, полкан, ты тоже прячься Ой Ай-яй-яй Витька, ты что это там ползаешь? Я войнушку играю А ползаешь-то зачем? Ну, что непонятного Мы из разведки с полканом возвращаемся Его как будто ранило Я его на себе несу Командир, брось меня Брось Нет, полкан, вместе пошли в разведку Вместе вернемся Лежи здесь, я за медсестрой Ну за что мне это наказание? Ну за что? Ой, ну вот попался Позарился на чужое добро Вот теперь жадность меня сгубила А ну, дармоед, иди сюда Иди сюда, давай освобожу Я тебя освобожу Сненья, петров не руби Закрой глаза, не дергайся Ой, ну надо же, а все Попил сметанки, называется Все, пойду отдохну Ух Ну и теперь я с удовольствием Представляю вам новых участников Нашего любимого традиционного конкурса Слабо! Вот здесь вот у меня миниатюрное вязание Вязала на обыкновенных спицах Вам слабо связать носочки 2 см Всем привет, я Серж Фринберг Из города Минска, из Беларуси И я изобрел его технику в живописи В Казетном бюро подтвердили Ввиду ее сложности и гениальности В мире так больше писать никто не умеет А вам слабо! Здравствуйте, передача «Санкт-Пережиссер» Посмотрите, какие прибеги Мы делали из большой бумаги На них потребовалось 430 сборочных мам А вам слабо? А вам слабо! Но это еще только дети А сейчас мы покажем вам мам На нее потребовалось больше 900 сборочных мам А вам слабо! А потом слабо! АПЛОДИСМЕНТЫ И победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Серж Филингер, город Минск, Беларусь. Здравствуйте, Серж. Здравствуйте. Вы прямо из мастерской. Да. В подходящих штанах. Алиса, рад вас видеть вновь. Я. Вот видите, я же говорил, что вы к нам еще приедете. Я же оказался прав. Не можете вы без нас, да? Не можем. Алиса, в стране чудес. Да как без страны чудес? Куда, Алиса? Правильно? Серж, вы тогда уехали, а я долго пытался победить в себе мысль. Ну, Сергей, Серж, понятно. Думаю, что ж такое филингер? Потом я понял. До меня аж дошло. Филингер – это ваш псевдоним, образованный из двух английских слов. От слова «фингер» – палец, и от слова «филин» – чувство. Чувствовать пальцами. Получается, что вместе, если сложить и чуть-чуть видоизменить, «фингер» и «филин» – получится «филингер». Ну, это было совершенно подсознательно. Многие люди гадают, но, в принципе, я до сих пор сам не знаю, просто придумал «филингер». Нет, вы придумали, я вам только что формулу разложил. Ну, возможно, да, возможно, вы расшифровали мое подсознание. Естественно, потому что это чувствующие пальцы. Так и есть. Он придумал сфиноним, когда еще не был художником даже. Это было очень давно. Но, видишь, я уже, значит, на будущее что-то подсознальное чувствовал. Это в вас судьба. Да, да, да. Видите, как легко расшифровывается, на самом деле. Вот. Вот меня тогда потрясло, что вы можете десятью пальцами, десять кисточек, у каждой кисточки свой цвет, и при этом создается одна единая картина. Это действительно удивительно. Я такого никогда в жизни не встречал. И я так понял, что вы там в книге «Рекордов Гиннеса» в связи с этим. Нет, ну, в книгу «Рекордов Гиннеса» мы пока не заносили, но в патентное бюро просто признаю, что… Патентное бюро признало, что это как бы… Я создал новую технику в живописи, и в мире только один, ну, как бы я только так. Вот здесь история. То есть я понимаю так, что картина меняет свет, освещенность, вернее, свет, свет, там, в зависимости от освещенности. Или что? Что происходит? Ну, я секретов не буду раскрывать. То есть там графика, черно-белое изображение, и, получается, рядом с источником цвета оно становится цветным, да, то, что вы видели на примере. Еще там может меняться по-разному, то есть, как бы, появляются новые элементы какие-то, потом обратно исчезать. Вот. Просто я не хотел бы всех секретов раскрывать, но… Почти как фокус. Это не фокус, это просто такой технический подход, вот, но я пока все же пока не буду… Возможно, потом я ученика себе найду или учеников, а пока не буду раскрывать, вот, ну… Ну, это какая-то движущаяся живопись такая получается. Ну, в принципе, к вам пришли, допустим, друзья, вы взяли, со стенки сняли, показали, смотрите, опа, цветная стала, повесили обратно. Можно еще, как бы, немножко, как бы, так протиминговать и сделать светильником, то есть, он будет черно-белый, включается, он становится цветной. Алиса, тоже не выдадите секрет, или вы не знаете? Нет, нет, я знаю, но я не скажу. Точно не скажете? Нет. А ведь хотите еще приехать вот сюда, в Страну Чудес? Ну, просто сейчас Филингер придумает какое-нибудь еще гениальное изобретение, еще раз… И вы думаете, что я вас приглашу тогда? Ну, да, мы надеемся на это. Ну, правда, приглашу, конечно, но что тут говорить? Давайте, передавайте привет, и ну вас. Ну, хочу передать привет своим родителям, своим друзьям и, конечно же, космосу. Так, Алиса? Я буду прозаичнее. Я передаю привет своей маме, своим коллегам по работе и своим друзьям, которые будут меня смотреть и думать, о, нифига себе, она на ТВ. Друзья, принимайте, ну, уже даже не знаю, нужную или ненужную вам электронную книжку, потому что… Нет, я надеюсь, что вы ту сломали, тогда вам нужна еще одна. Ну, нужна, нужна. Вот, нужна. Еще одну электронную книжку, принимайте, приезжайте еще. Спасибо. С какой-нибудь новой техникой. Секреты у вас все равно выпадают. Ну что, поехали дальше? Синичкина, ты… Что, кто? Ой, колец, сколько зим. Ты не узнаешь меня, Синичкина? Нет, простите, а вы кто? Я Вова. А, Вова, это… Я Вова, мы за одной партой с тобой. Синичкин, дай поцелую тебя. Спасибо, не надо. И тебя дай. Я вообще просто ее подруга. Ну все, пока, девчонки, рад был увидеться. Маньяк какой-то, что ему надо было от нас, а? Эй, кто-нибудь, вы слышите нас? Выпустите нас! Выпустите нас! Выпустите нас! Кто-нибудь в кафе остался? Эй! Куда ж они ушли? Ну как же, может, было? Сидели, у них праздник был. Куда ж они все делись? Так а чё, у них праздник был, они ушли. Ну, наверное, выпили и забыли про нас. Что ж делать теперь? Завтра выходной. Девчонки, да ладно, я уж тут две недели. Да ты что? Да, вот сранцем, видите, уроки делаю. Витька, что это ты делаешь? Да вот, дрессирую ежа. Ежа? Да. Ну да, я его на злобу натаскиваю. Хочу, чтобы он у меня был телохранителем. Смотри какой. Ох, какой агрессивный стал ежик. У него же и так вот иголки, да? Ведь к нему не подступишься ни с какой стороны. А теперь ещё и зубы будут острые, когти острые. Я же с таким ежом могу куда угодно пойти ночью. Мне никто не страшен. Вот ты мой длюка-колюка, тихо-тихо сейчас прокусишь. Ты что там ешь? Ты что ешь? Это ж мои лекции по химии, это ж химия моя. Химия, говоришь? Спасибо, что предупредил, а то я уж детям хотел давать. Я детям химию не даю. А самому мне не страшно, у меня желудок крепкий. И теперь пришло время представить третьего претендента на победу в сегодняшней передаче. Им стал автор фильма Рыбный день. Ух ты, хозяин, это ты для меня столько рыбы поймал. Нет, не для тебя, для всех. Что, уху будем варить? Никакую не уху. Я вон аквариум купил, сейчас их туда запустим. Что, прям всех? Ну да, всех. Ну, давай на аквариум вот эту красивую красную оставим, а остальных на уху. Нет, одной рыбке в аквариуме будет скучно и грустно. Не будет, не будет, я тебе отвечаю, зуб даю прям. Не будет ей скучно, я её каждый день развлекать буду. Я куплю книжку кроссвордов и буду ей читать. Встречайте, Валентина Гарифулина, город Москва. Здравствуйте. 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 Проходи, присаживайтесь, пожалуйста. Хорошо вас. Здравствуйте. Ну, прежде всего, представьте, с кем вы в студии. Это мой муж, Рустем. Здравствуйте, Рустем. Еще раз. Друзья мои, рассказывайте, что там происходит. Происходит там что-то ужасное, на мой взгляд. Прекрасное. Прекрасное? Тогда рассказывайте. Это наш хорек, Сеня. Так. И ваши телескопы? Да. В том числе, там много кого там. Там телескоп? Угри, рак даже был. А, вот рака я не заметил. А, значит, что? Давайте перечислим, что там было, потому что рака я не заметил. Значит, телескоп точно я видел. Золотая рыбка. Да, золотая рыбка. Рак. Угарь. Один. Угарь. Два сома. Два сома. Еще что-то наподобие акулы такое очень интересное. Наподобие акулы? Да. Там такие декоративные. Может, тоже сомик? Ну, не сомик. Мы не знаем, кто это называется. Не знаете. Купили в магазине, а что купили, не знаете. Симпатичный был. Просто симпатичный. Понятно. А вы покупаете так. Зачем название? А как? Надо же знать все равно. Как кормить? Чем кормить? Или что все едят? Ну, мы спрашиваем, чем вот этого симпатичного кормить? Нам говорят, мы кормим. Сколько осталось после того, как Харек... Вообще? Он их не тронул. Он их не тронул? Он не очень ловкий оказался. Не очень ловкий. Он за ними погонялся по округу только. А Харька как зовут? Сеня. Сеня. Давно он у вас живет? Два. Полтора, наверное, года. Да. О! Всю мебель сгрыз. Ничего не грызет. А он же не грызун, он хищник. Ничего не грызет. Не грызет? Нет, ну от злости ж. Почему? Хищник-то от злости может грызть. Нет. Он добрый. Он пытался сначала рыть, он же норное животное. Так. Пытался копать ковер. Он понял, что бесполезно и успокоился. Не выкопал ковер, нет? Не выкопал. У меня была когда-то, очень давно, крольчиха Полина. Ее звали Полина. Ну, принесли карликового кролика, а принесли карликового кролика, я смотрю, уши длинные. Говорю, что-то с такими ушами явно не карликовый кролик. Далеко пойдет. Так выросла вот такая Полина белая. Отъелась. Когда разворачиваться могла только одним образом. Она отбрасывала задние ноги и только в воздухе могла повернуть. Потому что вот так просто она не могла, она круглая была. Только ей надо было ноги вверх подкинуть. Так Полина, она как раз у меня весь ковролин съела отлично, синтетически. Молодец. Ей очень нравилось. А хорек у нас спокойный. Спокойный. Он да. Ну, как спокойный? Ну, спокойный в плане того, что не грызет ничем. А вы гуляете с ним на улице? Да. И зимой, и летом, да? Да. А ему когда больше нравится? Зимой или летом? Зимой. Вот, по-моему, да. Вот хорьки зимой они больше так. Вольготнее, да. Вольготнее, да. А вы его отпускаете с поводка? Нет. Нет. Убежит? Убежит. Не рискуем. Ну и правильно делаете. Потому что дикое животное все-таки нельзя отпускать, иначе убежит действительно. А убежит и пропадет. Потому что привык уже жить дома. Да. Передавайте приветы. Большой привет родителям, друзьям, знакомым. Привет, Томс. У меня так же. Родителям, коллегам и всем, кто меня узнал, привет. Ой, как я люблю мужчин подкабустников. Я как жена. А мне нравится, наоборот, никакой ответственности, что вы что и делаешь. Да, да. Принимайте от нас электронную книжку на память. Спасибо. Занимайте ваше место в детском зале. А мы продолжаем смотреть нашу программу. Мы продолжаем знакомить вас с видеоархивом нашей программы. Кое-кто мог видеть эти сюжеты в дни своей молодости. Но уверен, для нового поколения зрителей это точно премьера. Внимание на экран. А ну-ка, Шарик, посмотри, что у меня с мотором. Да все нормально, заводи. Завел, есть, нормально. Все, хорошо. Стоп, стоп, глуши. Ай, ремень же тут. Глуши, говорю, вот это. Ай, искра, искра. Ой, током же бьет. Ну-ка, выйди из кабины, я хочу тебя в глаза посмотреть. Ох, холодина, околеть можно. Где больной? А, вон, несут. Давай, загружай его. Ох, ну, Зин, ну и холодина ж сегодня, околеть можно. Это точно. Слушай, ты смотрел последнюю серию скорой помощи? Смотрела. А я тебе говорю, он ее в следующей серии бросит. Да у нее же ребенок. А что с детьми не бросают? Какой-то легкий больной у нас. Что же больного забыли? Вот доченька давно хотел тебе показать. Это настоящий пони. Что вы сейчас сказали, молодой человек? Пони? Пони, разрешите за эту пакость плюнуть вам в лицо. Зовут меня Лама, а Пони в следующем вольере. А что, друзья, уже Мурманск приплыли? Какой Мурманск? А ну давай отседого. Сейчас Рыбнадзор придет. Ты ж в красной книге. Коллеги, братья, ну хотя бы до ближайшей пристани. До Мурманска 200 келла. Шлаб-ёб. Ох, ну ладно. И теперь я хотел бы напомнить нашей студии сюжеты, которые сегодня претендуют на победу. Итак, наш первый претендент, автор фильма «Ноев Ковчег», Светлана Акишина, город Москва. Их штрабен забит айне бутерброден. Ой, пока выучишь все эти языки, на которых они разговаривают, прям замучишься. Так, ну, вроде всех позвала. Сеньор, сеньор, прыго, да. Ермола, и ты тоже кушай. Не, я с ними не буду, они по-русски не понимают. Наш второй претендент, автор фильма «Секреты старого рыбака», Виталий Филиппов, город Курган. Я вон что поймал. Карасик. И сейчас еще покажу. Лещик тот тут у меня. Куды, куды полез-то? Вот, прицепился. О, видали? Не каждый такую поймает. И, наконец, наш третий претендент, автор фильма «Рыбный день», Валентина Гарифулина, город Москва. Ну, давай на аквариум вот эту красивую красную оставим, а остальных на уху. Нет. Одной рыбке в аквариуме будет скучно и грустно. Не будет, не будет. Я тебе отвечаю. Зуб даю прям. Не будет ей скучности. Я ее каждый день развлекать буду. Я куплю книжку кроссвордов и буду ей читать. И пока студия голосует, мы с вами посмотрим наш традиционный видеоклип. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И победил сегодня сюжет Валентины Гарифулиной Субтитры сделал DimaTorzok На сцене нашего сегодняшнего победителя Прошу вас, несколько слов ближе к микрофону Огромное спасибо всем, кто сегодня голосовал Да Ну что ж, тогда портативный компьютер ваш Он же планшетный компьютер Мы вас поздравляем Ну и фотографию на память Ну что ж, дорогие друзья, наша передача заканчивается И мне остается сказать только огромное спасибо Всем гостям, участникам и авторам сегодняшней программы Мы ждем от вас новые видеоматериалы Вы можете воспользоваться почтой Нашим сайтом в интернете Или социальными сетями До встречи, пока Субтитры сделал DimaTorzok Скромный робот был и нелюдин А теперь толпой огромной ходят девушки за ним На вопрос мой, в чем причина Он ответил, как мужчина Я всегда с собой беру Видел камеру Я всегда с собой беру Видел камеру У меня была жена Как у всех обычная Что случилось? Что случилось? Вдруг она Стало симпатичное И, чем произойдет У меня Что случилось? Я всегда с собой беру Видел камеру Я всегда с собой беру видеокамеру До того моей зарплаты мне хватало на три дня Теперь не вру, ремяна, есть деньжата у меня С вами праздники снимаю и прилично получаю Я всегда с собой беру видеокамеру 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 Субтитры создавал DimaTorzok